Всем привет! По рецепту вредина мы сегодня приготовим свекольник. Для этого нам понадобятся овощи, лук, морковь, чеснок, свекла, картофель и 800 грамм мяса. У меня свинина. Пока мы будем нарезать овощи, не забываем поставить наше мясо вариться. Лук и морковь мы нарезаем кубиками. Нашу свеколку нарезаем соломкой. Сразу порежем наш чеснок и уберем его в сторону. В сковороде разогреем масло и обжарим лук и морковь сначала. Когда лук и морковь немного обжарятся, добавляем нашу свеклу. Для того, чтобы свекла не потеряла цвет, нужно будет добавить лимонный сок, либо немного уксуса. Я буду добавлять мой зимний салат. Называется лакомка. Осенью мы обязательно его приготовим. Вы лакомку можете заменить лечо, либо другим салатом, зимним содержащим уксус. Даем немного потушиться. Когда мясо наше сварилось, бульон мы немного процедили. Теперь отправляем картофель. Картофель у нас будет вариться буквально 5 минут. Не забываем, что нам немного нужно подсолить. Это я и сделала еще в самом начале, когда варилось наше мясо. Картофель наш немного покипел. Отправляем нашу зажарку в кастрюлю. Вы видите, наш свекольник получается довольно-таки густой. Я его немного разбавлю рассолом от помидор в снегу. И осенью мы обязательно сделаем этот рецепт вместе с вами. Далее свекольник мы варим на медленном огне. Добавляем в конце, когда уже готово все, чеснок. Немного зелени. У меня замороженный укроп. Я добавляю красный острый перец, совсем чуть-чуть. И лавровый лист. Более никаких специй я не добавляла, потому что у нас достаточно. Их было в лакомке и в рассоле от помидор. Приятного вам аппетита!